приветствуем все зрители нашего канала сегодня суббота 12 и в прошлом видео я вам показывала что муж смонтировал опалубку для фундамента подпечь в бане и вот сегодня они с сыном заливают фундамент замешивают раствор вручную в ванной старой при помощи миксера сегодня еще связали арматуру смонтировал трубы вот эти две трубы это приход воздуха под печь у нас сделаны в ленточном фундаменте отдушины и рабочие сделали их маленькими ставили трубы 50 миллиметров в диаметре поэтому муж решил с двух сторон вывести и таким образом увеличить диаметр для притока воздуха потом эти трубы срежутся и сверху еще будет один ряд кирпича это буду поэтапно потом показывать все фундамент готов завтра утром приедем прольем сверху водой чтобы не было трещин и будем ждать когда высохнет воскресенье первым делом проверять как там у нас обстоят дела но все хорошо трещин нет я очень рада что у нас наконец-то начались такие серьезные работы по строительству жаль только что у нас не хватает времени и возможность работать есть только по выходным поэтому затягивается все надолго на воскресенье у нас запланированы посадки на рынке купили саженцы декоративных кустарников это спирея ван гутта также мне удалось найти гортензию самарская линия я очень о ней мечтала это пузыреплодник ждеховицы очень красивый такой хороший кустик это гортензия ванилла фрайс в частном питомнике я покупала в каменске уральском и ландышевое дерево и бисерное дерево это здесь покупала у нас на рынке вот такие у нас сегодня планы муж пока косит газон готовит его к посадкам я занимаюсь клубникой мы ее кстати замульчировали корой и я размножаю усы это от той клубники которую я высаживала осенью она раннеспелая мы вчера сорвали уже 4 ягодки очень сладкая клубника и я решила ее размножить прикапываю стаканчики пришпиливаю ус и следующие усы которые за ним я буду обрывать вот такие стаканчики беру из-под йогурта вырезаю на дне дырочки дренажные и стаканчик немного завожу под ленту капельную чтобы была влажность так что в следующем году сделаю еще одну грядку вот с этого кустика мы вчера сорвали 4 ягодки очень сладкая очень вкусная понравился нам этот сорт и соседка даже подтвердила что на этом участке раньше была очень хорошая клубника раннеспелая сладкая у нее ягоды малинового даже мужской цвета муж покосил газон посмотрите что происходит он у нас высыхает хотя мы поливаем его два раза в неделю но этого количества влаги ему недостаточно нам полив включают на 30 минут и конечно в первую очередь мы проливаем другие посадки жаль конечно но что сделаешь вот видите насколько земля пересохла сегодня воскресенье полив был в четверг то есть за пару дней все пересыхает но и погода у нас стоит больше 30 за май и за начало июня не было ни одного дождя был один раз дождь но он даже не смочил землю поэтому нас засуха страшная высадили три кустарника на газончике первое это ландышевое дерево я кстати никогда его не видела вообще растет ли она у нас но продавец как обычно уверил что растет и зима переживает дальше спирея вангутта пузыреплодник там где палочка я хочу высадить жасмин в коробке дёрен притянем и самом конце миндаль вот такая у нас сложилась композиция на газоне и сейчас будем надеяться что все это приживет благополучно перенесет зиму и будет радовать нас долгие годы ну и посадки продолжаются на участке перед теплицей высадили гортензию это ванилла фрайс здесь в коробке вегелла дальше в коробке две гортензии лаймлайт и мельба в общем здесь у меня будет такая линия из гортензий и в конце напротив теплицы рядом с мельбой высадили самарскую лидию и сейчас еще муж готовит яму для бисерного дерева или тамарикс очень много посадок мы в этом году сделали и еще впереди предстоит немало сегодня уезжаем домой с нашим первым маленьким урожаем зелень у нас конечно давно перчик сегодня сняли первый понедельник выходной поэтому у нас продолжаются посадки сегодня купили четыре плодовых дерева все они закрытой корневой системой это груша чижовского сорт яблоня уэлси вот это яблоня коричная или коричневая полосатая она даже с яблочками и купили еще сливу уральский чернослив так что сейчас будем высаживать ну что с посадкой сливы мы справились очень быстро как помните весной мы высаживали две смородины на штамбе они у нас не прижились ждала я ждала но все-таки чудо не случилось выкопали мы вот эту ветку черной смородины видите она сухая безжизненная и яма там у нас хорошо заправленная с дренажом и в общем-то на это место мы высадили сливу то есть отделались легким испугом жаль конечно смородину но так бывает притянили поставили раму и муж выкопал яму для яблони здесь мы решили высадить яблоню коричневая полосатая такую муж глубокую яму выкопал сделаем хороший дренаж заправим мы еще купили грунт смешаем и здесь это яблонь к будет на фоне дома также она будет и тень давать на дом и в общем-то я думаю что здесь будет неплохо она смотреться лишь бы только прижилась сажаем летом хотя и закрытая корневая система но вот погода у нас такая очень жаркая хотя на четверг обещают дождь и вот вчера мы еще высадили бисерное дерево я по-моему не показала сегодня очень жаркий день температура 36 градусов невозможно работать решили что не будем высаживать сегодня саженцы так как очень жарко не можем только погубить растения решили немного отдохнуть сходить на наш замечательный пруд муж хотел искупаться но не стал так как вода цветет и очень много водорослей ну хотя бы полюбоваться на эту красоту немного развеяться отдохнуть и у воды все же попрохладнее решили что сейчас поедем домой невозможно находиться на этом палящем солнце тем более работать яму подготовили и завтра вечером высадим яблони во вторник мы высадили коричная полосатая сделали колышек подвязали притянили приствольный круг сформировали в общем до 10 вечера мы здесь слива наша хорошо себя чувствует листочки не повяли не пожелтели все замечательно вот эту смородину красную тоже надо удалять она тоже не прижилась и на это место надо подумать что можно высадить какой-то кустарник плодовый так что если есть у вас какие-то мысли подсказывайте будем благодарны открыла сегодня гортензии с одной стороны с юга я их все-таки коробки оставила что было причинение а с северной стороны открыла чтобы проветривались на днях проливала все цветы удобрением монокалий фосфат и сегодня заметно как они подросли и сегодня еще прошлась цирконом по всем по гортензиям в первую очередь ну и что осталось досталось петуниям вот такая картина у нас вырисовывается среду высадили грушу вечером вот такое мы определили для нее место будет она расти около дорожки но дорожка будет еще смещена относительно груши вправо то есть ближе к бочке пока что у нас временные досочки лежат и я думаю что здесь она тоже будет очень хорошо смотреться четверг у нас в планах была посадка последней яблони и также вечером у нас полив дают воду но с небес нам послали дождь который мы так долго ждали стою смотрю у меня душа радуется хотя такой шквалистый ветер порывы очень сильные но все равно так радостно что нас землю прольет которая пересохла уже до невозможности но даже в такой дождь у нас работы много я занималась теплицы обрезала пасынки подвязывала а муж сняла палубку с фундамента подпечь так что все равно кое-какие дела сделали и можно отправляться со спокойной душой домой уже яблоню высадим в субботу только выехали из ворот садового товарищества и здесь такая картина на дороге очень много поваленных деревьев оторванных веток то есть ураган у нас был довольно таки сильный ну и гроза была молния в общем стихия разбушевалась после столь продолжительной засухи вот такие у нас дела спасибо что были с нами всем хорошего настроения хорошей погоды пока пока